С началом сентября Казань Бенуев погрузилась в пробки. В час пик столица стабильно стоит 6 баллов, а если ДТП, то и все 10. Казанские автовладельцы проводят в пробках трое суток в год. Почему, по словам экспертов, до транспортного коллапса Казани осталось два года? Ежедневный въездной поток впечатляет. Каждый час через въезды в Казань проезжают 13,5 тысяч автомобилей. Это 67% всего городского потока в 20 тысяч машин в час. Мы собрали ТОП-5 самых пробочных мест в Казани. Горьковское шоссе – это самое пробочное место в Казанской агломерации. Каждый час здесь проезжают 7 тысяч автомобилей. Средняя скорость в этом бутылочном горлышке – 17,5 километров в час. Автомобильный поток стоит на въезде со стороны Верхнеуслонского и Зеленодольского районов, выезда из микрорайона Салават-Купере и ЖК Радужный по улице Осиновская. Как разрубить этот узел? Решением станет реконструкция дороги. Ее расширят до 6 полос, построят 7 развязок и совсем откажутся от светофоров. В 2022 году на эти цели потратят 3,6 миллиарда рублей. Работу планируют завершить в течение трех лет. Идея запустить метробус до Салават-Купере затихла. Возможно, в Радужном микрорайоне появится трамвай. Нагрузку на Мамадышский тракт создают потоки с поселений Пестричинского района. На подъезде к Большому Казанскому кольцу заторвливаются и жители казанских поселков и жилых комплексов. Итого 7000 автомобилей в час, которые едут со скоростью 27 км в час. Как можно разрулить ситуацию на этом участке? Зреет реконструкция Мамадышского тракта, который в последний раз обновляли перед универсиадой. Две надземные разворотные петли появятся у ЖК Весна и Светлая долина, а еще новый надземный пешеходный переход, а также кольцевое движение со стороны жилого комплекса Весна. По пути к компрессорному и третьей транспортной дамбе сюда вливаются жители поселков Нагорный, Новая Сосновка, Троицкая Нокса и Карьер. Скорость транспорта снижается до средних 10 км в час. Пропускная способность около 1500 автомобилей в час, а по факту ежечасно здесь проезжает 2,6 тысячи машин. Как можно разрешить ситуацию? В генплан Казани-2040 заложили автотрассу вдоль железнодорожной ветки на улице Липатова. Она выведет поток на М7. Эту 10-километровую дорогу за 19,3 миллиарда рублей планируют сделать платной. Линия метробуса Дербышки пока под вопрос. Острота дорожных конфликтов там только нарастает. Выезд на встречную полосу через сплошную на въезде с Куйков в порядке вещей. В 2017-м расширили дорогу жизни длиной 1,8 км от улицы Кугали до Салмачи за 261 миллион рублей. Спустя три года здесь снова начали скапливаться пробки. Салмачи, Вишневка, Богородская и Куйки. Жители этих поселков стоят в пробке по 3-4 часа в день. Для заметного облегчения нужны две дороги, по которым жители Куйков и Салмачи смогут добираться до ядра агломерации. Но эффект от этих дорог будет только в комплексе со строящимся Вознесенским трактом. Въезды в Казань через улицы Песочную и Советскую, поселков Сухая река и Кадышево. Каждый час через эти улицы проезжает 2000 авто со средней скоростью 50 км в час. Как здесь решить проблему пробок? Проблему решат новые дороги, мосты и развязки. Но объекты на этом направлении пока не проектируют. В октябре на станции метро авиастроительная запустят перехватывающую парковку. Продолжение следует... Продолжение следует...